Приветствую вас, и как-то не гоня давать вам конкретный совет относительно того, что делать. Ехать или не ехать, бросать или не бросать своего отчего и брата. Думаю, что с очевидностью можно сказать одно. В общем, вами манипулируют. Это факт. И я очень надеюсь, что вы это понимаете. Потому что его герония, его контроль вас. Его нежелание того, чтобы вы вышли замуж. Все это напоминает действия человека, который осознает свое слабость. Который осознает, что он один не останется. Он не потянет. Он боится остаться без тех, с помощью кого он бы стал силом. Без тех, с помощью кого он бы чувствовал себя могучим. То есть, отчим, это достаточно такой трусливый человек, скажем так. Давайте мы здесь не будем следить его и давать ему оценки. Но, просто скажем, что любой тиран, это человек слабый. Слабый не потому, что он плохое обязательно. А просто слабый, ну, в силу своих личностных качеств. И мы не можем его изменить. Вы не можете его изменить. Но, его можно принять. Пожалеет. Он говорит, что вы не даете ему устраивать его личную жизнь. Хорошо, скажете вы. Тогда, если вы выйдете замыж и уедете, то никто мешать ему устроить личную жизнь не будет. Но он не хочет. И это противоречие. Можете поставить его перед ним. И посмотреть, как он ответит вам на этот вопрос. Скорее всего, никак. Но вам это ясно надо понять, что человек, в общем и целом, просто-напросто, любыми путями, стремится вас удержать. И вам будет проще принять свой выбор. Что касается брата. То брат, конечно, это самое слабое звеноздец. Тем не менее, думаю, что как любящий вас человек, он бы хотел, чтобы вы были счастливы. И, если вы не можете забрать его с собой, а такой вариант можно посмотреть, то, конечно же, оставаться ради него равносильно тому, чтобы уничтожить всю вашу жизнь. Но я не считаю, что вы не должны этого делать. Напротив, мне кажется, что вам самой нужно принять решение. Вы готовы потратить, например, еще три года своей жизни на то, чтобы жить для него, а потом может быть выйти замуж. Вот ответьте себе на вопрос. Вы готовы? Да. Если готовы ради брата это сделать, то, конечно, сделайте. Но важно понимать, почему вы совершаете такой выбор. чем он продиктован? Если он продиктован чистым желанием поднять брата на ноги, хорошо. А если там есть что-то еще? Например, чувство вины перед кем? Только. Например, неуверенность в том, что вы имеете право на свое счастье. И тогда это неправильно. Потому что вы и так очень много делали для семьи. И думается мне, что сейчас, учитывая развитие подростков, с этой точки зрения, вы имеете полное право на свое счастье. Спросите брата, насколько сильны и для чего вы ему нужны? По факту, чтобы получить его ответ. Не принимайте такое решение самостоятельно. не взваливайте его на свои плечи. Только на свои. Это решение необходимо принимать не в одиночку, а допустим вам, вашему молодому человеку и брату. Только так можно выработать такой компромисс между интересами и вашими, и интересами молодого человека, и интересами брата, чтобы устроило всех. Но необходимо помнить, что всем угодить у вас не получится. и кто-то обязательно останется недовольным. Кто это будет? Ваш молодой человек? Выдержит ли он? Будет ли терпеть ваш брак или вы? Решать вам. Но просто надо помнить, что всем угодить не получится. Следующее, о чем хочется сказать, это вот как раз таки неуверенность в себе. Она у вас могла быть воспитана специально, чтобы вы были привязаны к семье, чтобы никогда ее не бросили. и этим активно пользоваться и пользуются очень. Так вот, если она у вас есть, то с ней нужно работать. неуверенность в себе это излишнее влияние чужого мнения на наше поведение. И только лишь осознание того, в чем мы хуже, для чего нам говорят, что мы хуже, и как мы можем исправить эту ситуацию, соответствуют ли слова действительности о нас, только через эти вопросы можно справиться с неуверенностью в себе. А через поступки убрать ее внешние признаки. Сломать свой стерять поведение, сделать его таким, каким хотите вы, а не таким, каким хотят его видеть другие. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. тюрьм 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 тюрьм